Слово предоставляется губернатору Саратовской области Радаеву Валерию Васильевичу, пожалуйста. Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемый Касым Жамар Кемелович, дорогие друзья, Саратовская область рассматривает Республику Казахстан как давнего стратегического партнера. С каждым годом отмечается устойчивая положительная динамика развития наших торгово-экономических, научно-технических отношений. Тема форума и проработка вопросов повестки открывает новые перспективы нашего партнерства. Более 10 лет правительство Саратовской области и казахстанские партнеры ведут совместную деятельность по использованию и охране трансграничных водных объектов, в частности рек Большой и Малой Узене. По ним Саратов-Мелеводхоз подает Казахстан в Оржскую воду. Только в прошлом году было поставлено более 78 миллионов кубометров, а с начала текущего года уже 66 миллионов кубометров. С 2013 по 2015 годы территориальное подразделение РОД Гидромета проводился экологический мониторинг состояния Большого и Малого Узеней. Считаю, что такую работу нужно возобновить и рассчитываю на заинтересованность наших казахстанских партнеров. Московские государственные университеты, наш саратовский филиал НИИ «Проблем экологии» Российской Академии наук проводят сравнительный анализ состояния степных экосистем Саратовского заводжия и Западно-Казахстанской области. Идут совместные полевые исследования и обмен научной информацией. Это в значительной мере способствует распространению экологической культуры, мотивирует внедрение высоких стандартов экологической безопасности. В настоящее время протяженность границы между Саратовской областью и Казахстаном составляет 568 километров. Продолжается естественная миграция диких животных через границу, в том числе краснокнижных дрофы и сайгака. Считаю, что здесь также необходима совместная заинтересованность в охране животных, занесенных в Красные книги России и Казахстана. У Саратовской области и Республики Казахстан есть и другие важные направления сотрудничества. Саратовская энергосистема, которая граничит с Казахстанской, представлена всеми видами генерации, включая атомную, гидроэнергетическую и тепловую. Плюс в последние годы у нас развивается альтернативная энергетика. С 2017 года в регионе введены 4 солнечные электростанции. Планируется дальнейшее строительство объектов солнечной генерации, а также расширение действующих мощностей. Кроме того, с 2019 года занимаемся строительством ветроэлектростанций. Все эти виды генерации признаны наиболее экологичными, за ними будущее. Поэтому мы готовы делиться с казахстанскими коллегами опытами, своими практическими наработками. Также готовы поставлять нашим соседям инновационную продукцию. Речь идет прежде всего о минеральных удобрениях, кормовых добавках, фармацевтике, полимерах, комплектующих для очистных сооружений. Производством занимаются такие предприятия, как Балаковский филиал «Апатит», компании «Фосагра», «Биомид», «Акрипол», «Нитафарм», «НПП Лескон». Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемый Касим Жамат Кемедович, даже краткий обзор сверхсотрудничества, в том числе и в разрезе экологической безопасности, свидетельствует о потенциале наших будущих совместных проектов, намерены их инициировать и воплощать, обеспечивая экономический рост саратовской и западно-казахстанской областей. Спасибо за внимание.